Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 сейчас вот не уходят. Вот прошлый выпуск старой варьей средней школы. Только двое поступили в высшие учебные заведения, все остальные здесь. И вот те выпуски. Молодежь, которая вот послужила в армии, тоже остается. Вот сейчас вот у нас в правлении колхоза проблема такая. Проблема занятости населения. После уборочных работ тоже вот несколько человек у нас каждый день приходит к правлению колхоза, к бригадирам спрашивают работу. Мы не можем на сегодня обеспечить всех работой. Это вот тоже одна из проблем колхоза. В дальнейшем, если стабилизируется общество, придется думать над подсобными промыслами, над переработкой своей продукции. Как это надо будет занять население. В основном, в первую очередь молодежь. Примерно такие задумки на будущее. Да, остается молодежь в селе. Средний возраст дружников колхоза, как нас проинформировали в профсоюзном комитете колхоза, 35-40 лет. А механизаторов, в частности, и того моложе. Наверное, действительно, через некоторое время в колхозе появится еще одна проблема. Проблема обеспечения работы жителей села. Думается, у молодого председателя и на это хватит смекалки. Планов у него много. Говорят же, что по отношению к старикам и детям определяется любое общество. Коллективное же хозяйство это мини-общество. То, что у молодежи в колхозе остается, фактор немалозначный. А теперь следующие факты. В трех селах есть школы, в Старом Варяше, средняя школа, в Нонедах и Новом Варяше, начальные. Есть садик на 25 мест центральной усадьбе, два медпункта, один профилакторий, два бригадных клуба, плюс один в Старом Варяше. Конечно, все это строится с большой помощью администрации города и района. Что примечательно, здесь особые отношения и уход за сельскими кладбищами. Меджакир Шеславович, вот не секрет, что многие сельские кладбища у нас бывают забыты, затоптаны даже иногда. Как у вас в колхозе дела обстоят с этим вопросом? Вы что сможете сказать по этому вопросу, как председатель правкома колхоза Востока? Ну, кладбище, это вопрос, конечно, серьезный. Ежегодно мы, с 1 мая, весь колхоз собирается на кладбище. В этот день мы проводим День памяти. Все приходят, старики, младая, молодежь, убирают на кладбище, мусор все сжигается, убирается все, что осталось после зимних похорон. А вот, допустим, умер в колхозе у вас, одинокий, престарелый, у него нет ни сына, ни дочки, ни родственников. Как в этом случае поступает колхоз? Да, такие случаются у нас в колхозе. Вот, в этом, во всем помогает наш колхоз. Все готовит, и гроб готовит, и изгородь, материалы покупает колхоз, венки покупает, все это выполняется правдением колхоза. И похорону проводит бригада, где он умер, в какой деревне? Миша Киршуславович, а вот колхозник, который всю жизнь работал в колхозе, вот и выйдя на пенсию, умер, его семья, может рассчитывать на какие-то льготы при похоронах? При похоронах, конечно, льготы у нас рассмотрены. Тоже в этом правдении колхоза, профсоюзной организации, исполком сельского совета, все помогает и транспортом, и организует похорон, и обед организуется. Все это помогает колхоз. И также после похорон этой семье выделяется, конечно, компенсация у них. В колхозе рассмотрены такие льготы есть, выделяется помощь, единовременная помощь. Это тоже рассмотрено на коллекционном соглашении. На временную помощь она в каком размере? Единовременная помощь каждый месяц возрастает каждый раз, пока не знаю, сколько точно сказать, даже где-то 79 тысяч или как. Ну, для, допустим, семьи колхозника это ощутимая помощь все-таки, да? Конечно, это ощутимая помощь при похоронах. Спасибо. Вот так живут и трудятся на сегодня в старом варяше, несмотря ни на что. Когда горе плачут, когда радость смеются, женят молодых, хоронят стариков, рожают детишек. Не хуже других работают. Выполняют планы и по закупкам молока и мяса, по обязательным поставкам зерна, за которые один бог ведает, когда с деревни рассчитаются. Всеми успехами на селе мы обязаны нашим замечательным сельским трожникам и к добросовестной напряженной работе. В крестьянске мудрые они давно поняли, что политическая трескотня, надуманные межнациональные проблемы, все это временные, приходящие. Лишь земля кормилиться вечно, и только кропотливый труд на ней дает достойные плоды. Огромное спасибо за все, что вы делаете. Здесь далеко от столицы небо, поля и леса. Вечные честные лица, ждущие с болью глаза. Девять часов утра еще не совсем рассвело, но все, кто проходит через центр города по улице Ленина, ежедневно замечают эту очередь. Очередь протянулась к филиалу фирменного магазина и наульского масса саркомената. Невольно задаешься вопросом, а что очередь за маслом? Действительно в последнее время в магазинах масла не стало. А каждый день бывает масло? Масло каждый день бывает, но оно в малом количестве бывает и не хватает. А людей очень много стоит. И вы не можете взять, сегодня выстраивать? Нет, нам не достанется. Дает по полкилограмма, по килограмму сейчас кажется. Занимают, говорят, с 6 часов утра, дают по 1 килограмму. Цена 7600 рублей. Достается, увы, не каждому, потому что очереди выстраиваются большие. Прокомментировать ситуацию с дефицитом масла мы попросили директора масла саркомината Минязева Фарита Зевича. Как вы знаете, в настоящее время мы говорим межсезонье. В колхозах или от колхоза поступает молока очень мало, потому что все коровы сейчас в запуске, но почему-то в этом году еще меньше стало молока. Видимо, это связано с сложными условиями в летнелагерные содержания, во время летнелагерного содержания коров. Если прошлые годы мы перерабатывали в эту пору 30-35 тонн молока, а в этом году мы перерабатываем 15-13 тонн молока. Ну, почему ажиотаж вышел сливочным маслом? Я считаю, началось это из-за соседних регионов. В соседних регионах, как вы знаете, мы все знаем, поголовье коров очень сильно сократили, просто пустили под нож. Ну, слава богу, у нас в нашем районе, мне кажется, у нас в республике такого не произошло. Но есть еще одна причина. Те годы, ежегодно, холоднокомбинаты закладывали масло в объеме 5000 тонн на зиму. Это в Чешмах, очень большой холоднокомбинат, и в Уфе. Из холоднокомбинатов это масло вывозили все торговые предприятия, я имею в виду Урса, Орса и Башсоюз. В этом году из-за сложностей бюджетных средств правительство этот вопрос решить не смог. Таким образом, и чешминский холоднокомбинат, и уфинский холоднокомбинат сегодня на закладке не имеет абсолютно ни одной тонны масла. Ну, сколько у нас было, мы резервировали и детские сады, ясли, больницы, у нас школа обеспечена сегодня маслом. Я думаю, целую зиму мы их в состоянии обеспечить. Но сегодня, коль уж нет сырья, просто-напросто цех стоит, сепараторы не работают, мы завод готовим к следующему сезону. Бардиевич, скажите, пожалуйста, почему такая высокая стоимость? Высокая стоимость, во-первых, первый рачек повышения цен, это стоимость сырья, потому что с 25-го закупочная цена повышена до 300 рублей, и из них 190 рублей мы закладываем калькуляцию. Вот многие товарищи мне тоже звонят и задают вопрос, почему татарь масло дешевое. Я еще раз повторяю, мы калькуляцию закладываем 190 рублей, а татария закладывает 68 рублей, остальное датируется колхозы-самхозы из республиканского бюджета. Это первый рычаг. И второй рычаг, это уже по всей России, видимо, идет, потому что на энергоносителей почти что в месяц два раза повышается сцена. но как принято у нас в России сцена образованием или показателем главным является энергоносителей. И третья причина огромнейший комбинат. Комбинат должен ежедневно перерабатывать 200 тонн молока. В последнее время многие цеха простаивают. Отпущен долгосрочный отпуск без содержания 70% рабочих. В полную силу комбинат начнет работать, по словам Фарита Зевича, лишь в марте. Но увеличение поступления ожидается по прогнозам в январе месяце. Получаем, принимаем 20 тонн, как я уже сказал, даже меньше намного этого. Поэтому затраты идут, котельные работают, электроэнергии расходуем, топливо расходуем, гаражи работают. Расходы огромнейшие. Этим тоже связано. Вот те самые главные причины. И для нас беда, коль уж нет молока. Наши рабочие, они просто-напросто ушли по домам. Сидят дома на бессодержании. Это для семьи, для рабочих. Я бы сказал, даже это не будет преувеличением, наверное, это трагедия. Надо увеличить сырья, надо увеличить производство молока. Сначала мы послушали мнение рядовых покупателей, затем последовал вполне исчерпывающий комментарий Фарита Зевича. А что думают по этому поводу в отделе торговли местной администрации? Как ответила нам заведующая отделом торговли Марина Римовна Порозова, такое положение с дефицитом сливочного масла, как известно, ощущается ежегодно. Но, может быть, ощущалось не настолько остро, потому что ежегодно за счет республиканского бюджета в городах и районах закладывался государственный резерв. Из-за финансовых затруднений в республике в этом году резерв не был заложен. Такое положение наблюдается по всей республике. Торговый отдел изыскивает возможности децентрализованных, то есть вне республиканских поставок на декабрь месяц. А в январе, как проинформировала нас Марина Римовна, ситуация должна измениться к лучшему. Поэтому немного терпения и дела пойдут на поправку. Кстати, первопричина отсутствия масла на прилавках, как известно, это все-таки низкие надои в хозяйствах. В понедельник, 5 декабря, в некоторое хозяйство выехала специальная комиссия управления сельского хозяйства и продовольствия. О работе этой комиссии мы расскажем в следующей нашей передаче.